В 21 веке автобусом с гармошкой, безусловно, никого уже не удивишь. Это перестало быть чем-то уникальным, интересным, необычным. Но вот в середине и в конце 20 века самым массовым автобусом с гармошкой, а точнее, правильно говорить, сочлененным автобусом, стал Ленгерский Икарус 280. До него, безусловно, тоже были автобусы с гармошкой. Да, да, конечно. Но, однако, именно этот автобус запомнила наша страна в массовости своей. Двери были разные, были шермочные, как здесь, были планетарные, как на современных автобусах. Многие любили кататься вот на этом кругу. И цвета у них были тоже разные. Самый классический, это, конечно же, охра. Потом на втором месте бело-красный, бело-зеленый. В зависимости от региона цветовая гамма могла варьироваться, меняться. После ремзавода автобусы были крашены вообще в ту краску, которая была на тот момент. Ну, а конкретно этот автобус в оригинальном окрасе, выпуске 1997 года, специально для города Сочи. Он приехал и теперь живет в Москве. Радует своего владельца и его пассажиров. Слушайте, ну это прям детство. Вот этот запах, вот это вот все, вот вибрации, вот это вот круг поворотный, на котором полстраны каталась, прыгала и радовалась, что это аттракцион бесплатный в автобусе за стоимость билета. И, конечно, самая тихая и холодная часть автобуса это хвост. Самая тихая, потому что дальше всего от двигателя, самая холодная, потому что отопитель хвоста практически никогда ни у кого не работал. Ну это же класс, ширмочные двери, все равно, нет, все равно это классно, это здорово. Это из того времени, когда деревья были большими. Моя любимая деталь любого автобуса это, конечно же, двери. Видимо, все это идет из детства. В отличие от лаза или аза, здесь двери подогнаны практически идеально, закрываются максимально ровно. Классный черный уплотнитель, ничего нигде не поддувает, если все целое и живое. И еще обратите внимание, вот здесь вот должны быть маленькие черные ручки, за которые, теоретически, ты должен эту дверь открывать в случае чего. Ну, когда нет воздуха, например. А здесь их ни на одной двери нету, и в детстве это была моя самая любимая штука, потому что я за ней держался, и иногда делал вид, что помогал или, наоборот, открывать или закрывать эти дверки водителю автобуса. Такая вот забавность. Вот в детстве этот автобус казался просто чем-то огромным, невообразимым, то есть трехэтажным практически. Вот сейчас иду, стою рядом, в принципе, вот, то есть мои глаза на уровне где-то примерно вот здесь. В принципе, и сейчас-то не маленький. Это огромное венгерское чудо с гармошкой. Оно там дымило на первых видео, на самом деле, это из-за того, что он практически час-полтора работал на холостых. Турбинку подзакидало маслом, и когда мы проехались уже, все, он больше не дымит, он вообще молодец. Он прекрасно тянет, и все звуки, запахи и прочие вибрации, они аутентичны примерно тому времени, когда все мы эти автобусы помним еще на городских маршрутах. Самое главное и важное в автобусе, дети, это, конечно, двери. Смотрите, сколько здесь много кнопочек. Это открывается первая половинка передней двери, это открывается вторая половинка передней двери. А это двери уже салона. Зелененькие открыть, красненькие закрыть. Вот так, вот так это происходит, вот так, вот так. Двереньки открылись. Теперь нажимаем на красненькую. Двереньки закрылись. Теперь нажимаем на вот эту красненькую, закрываются сразу обе дверки. А открываются они отдельно. существенно это шедевр это автобус мечта красавец запустился с воздухом все шикарно и мы его паркуем вот сюда дабы не мешать движению другого транспорта но хороший же да ну красивый бежевый кремовый спокойный приятный цвет не то что это голубизна а это прямо и на фоне зеленой елочки прям ну совсем же шикарно смотрится да ну просто топово вообще великолеп и смотрите совсем не дымит уже как новый просто евро 6 тут нашлось вот так надо делать открыл закрыл прелестное создание в отличие от мякишей у которого подобные люки в бортах автобуса играют роль багажных отделений небольшого количества инженерных систем у этого автобуса она сплошь и рядом заняты инженерными системами никаких люков тут под багаж конечно же нет здесь у нас находится корпуса воздушного фильтра а здесь у нас 10 с половиной литровый шестицилиндровый валяющийся на боку двигатель оснащенный турбокомпрессором без интеркулера здесь у нас выхлопная система здесь же у нас собственно говоря весь двигатель масляный фильтр чуть дальше коробка передач ни хрена не видно но вы поверите мне на слово здесь у нас амортизаторы здесь у нас средняя ось здесь у нас лючок для доступа к гранам здесь у нас расположен задний сухой фен для отопления хвоста и здесь тоже какой-то маленький небольшой лючок доступ сердцу этого зверя возможен не только снаружи с улицы с левого борта но и в салоне автобуса в районе средней двери передней части тут у нас находится теплообменник бачок гидроусилителя подушка крепления двигателя тяга кулисы коробки передач датчик давления масла стартер великий и могучий щуп уровня масломаслозаливная горловина воздушный компрессор хитрая штука он здесь совмещен с гидроусилителем руля ну здесь такая нихреновая система из ремней привода самого компрессора генератора и вентилятор охлаждения радиатора который находится вот за этим люком также интересной особенностью этого мотора который валяется на боку является такой момент как 5 сливных пробок для замены масла то есть не одна как стандартном автомобиле от целых пять с разных точек блока двигателя несмотря на то что двигатель хоть и напоминает немецкий man но все-таки не такой же в мане эту проблему реализовали с помощью все-таки одной пробки хотя точно такой же двигатель валяющийся на боку устанавливался на двести сороковых манах триста пятых мерседесах зетрах и иже с ними отопление хвоста автобуса вообще реализовано очень хитро в задней части кузова установлен котел со своим баком так называемый сухой фен который гонит воздух вот по этим металлическим коробам воздушным магистралям а в передней части автобуса отопление довольно стандартные типичные для любого современного автобуса 3 жидкостных радиатора с моторчиками установлены в разных частях автобуса должны были довольно успешно прогревать салон но зависимости от работоспособности и жизнеспособности и жадности водителя эта система или работал или нет то же самое касалось и хвостовой части для стиральной стоит отметить что если все эти три печки работают система отопления охлаждения двигателя и отопление автобуса исправно то на самом деле минус 20 минус 25 сделать в салоне плюс 15 плюс 18 абсолютно никаких проблем котел достаточно мощный и проблема холодных и карусов которыми многие из нас их помнят заключалась исключительно в рукопопости некоторых элементов криминальных до скажем так ну конечно нет системы транспорта нашей которые экономили солярку которые вовремя не чинили оборудование но на самом деле автобус очень-очень теплый пока я все снимал уже наступила ночь и смотрите на 250 красном и карусе за этой кнопкой за этим лючком находится кнопки открывания дверей а в городских автобусов находится расширительный бачок радиатора системы охлаждения а кнопки открывания дверей находится вот здесь за передним бампером ну и конечно же как обойтись без того что любит многие посетители таких автобусов теплый мягкий ламповый свет очень приятный глазу не раздражающий спокойный умиротворенные приятные и такой поистине домашний и любимый возвращающий нас всех в те бесценные времена нашей молодости и юности когда пусть на этих не самых комфортных но в то же время достаточно душевных автобусов нам всем в большинстве своем удалось поездить до новых встреч дорогие друзья и и Субтитры создавал DimaTorzok